Аллахот 17 Томуза 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 И пятое, в этот день в Бетамикдаши поставили идола. Это было то, что 17-го тому. 9-го авгу было тоже 5 трагедий. Первое, в пустыне было постановлено, что евреи, которые вышли из Египта в Израиль не придут, так как они плакали. После того, как вернулись разведчики из земли Израиля, плакали вновь на 9-е авгу, было постановление, что они не зайдут. Второе, был разрушен первый Бетамикдаш. Третье, что был разрушен второй Бетамикдаш. Третье, четвертое, в этот год был разрушен огромный город Бейтар и были убиты десятки и сотни тысяч евреев. И пятое, трагедия 9-го авгу, что в этот день Торносурфас Раша, после уже разрушения Бетамикдаша, после многих лет, скопал гору, на которой был Бетамикдаш, чтобы уничтожить даже основы, фундамент всего, что там было. Седьмой пост Цом Гидалия, это пост сразу после Роша Шана. В этот день был убит Гидалия Бен Ахикам. Он был наместник, которого оставил Набухаднецер после разрушения Бетамикдаша. В земле Израиля он оставил его, что та небольшая группа людей, которая была в Израиле после первого Бетамикдаша, он был их лидером. Его другой еврей вероломно убивает. И этим погасла последняя искра, которая была в земле Израиля после разрушения первого Бетамикдаша. И Асара Бетавет, 10 месяц, пост 10 месяца, это день, когда Набухаднецер начал осаду Иерусалима во время первого Бетамикдаша. И осада длилась три года, в конце концов она привела к разрушению Бетамикдаша. В память от вот этих четырех трагедиях у нас есть обязанность у каждого еврея, который здоровый, который не болеет, который не старый, не слабый, поститься в эти дни. Бетра, зачем мы дальше пройдем законы постов. И что в эти три недели нам делать нельзя. Амин и Амин.